На льду Апатит-арены в ближайшие три месяца будет жарко. Стартовало открытое первенство Кировского филиала акционерного общества Апатит по хоккею с шайбой. В этом году в нем принимают участие сразу 10 команд. Пять из них представляют подразделения и дочерне зависимое общество предприятия. Остальные, в том числе студенческая дружина, это гости турнира. Достаточно ли пяти шайб для победы над одним из главных претендентов на чемпионское звание? За ледовыми баталиями следила съемочная группа Народного. Поэтому у нас есть ответы не только на этот вопрос. Несмотря на то, что атмосфера накалена как на трибунах, так и на льду, заброшенных шайб в первом периоде болельщики не увидели. Во втором картина поменялась. Команда Росумчерского-Рудника, подобрав ключ к обороне сборной транспортного управления и промтранспорта, забросила пять безответных шайб. Замечательная игра. Ну, тяжело начали, долго вкатывались. Ну, а потом вкатились, забили, ну и дальше полегче стало. В следующей игре между сборной управления и командой Кировского-Рудника поводов выплеснуть эмоции у болельщиков было гораздо больше. Борей за Кировский-Рудник. Кто у тебя там играет? Мой папа, капитан команды. С того времени, как папа стал играть, прям увлеклись этим видом спорта, нам нравится. Сегодня за управление, хотя Кировский-Рудник тоже прекрасные ребята, тоже мои коллеги. Поэтому сложный был выбор на сегодня управления. Сборная команда управления первой открыла счет, но горняки не только быстро восстановили равновесие, но и вышли вперед. Итог лихой карусели – 17 забитых шайб. Пять из них побывало в воротах одного из фаворитов турнира. Кировский-Рудник ответил 12-ю. Мы прекрасно понимаем свой уровень, поэтому обижаться нужно на себя, да, повышать, ходить на тренировки максимально часто. Очередное жаркое противостояние на льду «Апатит-арены» уже в ближайшую субботу, 18 февраля. Болельщиков ждут сразу три ярких поединка. Их начало в 16, 18 и 20 часов.